Я сам это сделаю. Начнём мы с Диабла, который начнётся в 11.15 по Москве. Затем игровой процесс Вовки в 23.30. Будем переключаться между Диаблой и Вовкой, если нам станет скучно. Затем глубокое погружение в герои. Это будет в половину первого ночи по Москве. После же опять же будем переключаться на презентацию фильма Варкрафт и живые матчи героев. Так что у нас сегодня будет напряжённый день. Как-то неправильно Blizzard, на мой взгляд, сделали некоторые панели. Потому что нам-то хочется всё посмотреть и показать заодно вам. Ну, уж как получается, но стараемся, насколько это возможно, да. Вот. От вас же требуется позвать как можно больше друзей, сказать, что идёт стрим на русском языке. По крайней мере, кому интересно, да, то есть... Да. Зовите. Сейчас я пока открою анонс на Ютьюбе. Пусть ещё с Ютьюба люди придут. И меня просят сделать в два окна. Вот как ты это вчера так сделал? Два окна? Как я сделал? Ну, мне пришлось просто перетащить одно из окон на общую транслируемую поверхность. Ты понял, о чём я? Ну, я вот что сейчас могу сделать, это открыть... Две трансляции на полный экран. И потом их вывести. Или ты что-то по-другому сделал? Ну, да, я по-другому сделал, я просто перевёл. Ладно, давай сейчас вот так попробую. Так, сейчас небольшие будут моменты чисто работы. То есть нам надо быстренько подладить чаты и всё проще, чтобы это всё работало хорошо. Так, надеюсь, вообще вот чаты видны, видны нормально. И всё вообще ок. Ладно. В всякий случай их залочу. Ну, сегодня у нас это не получилось. Что именно? Ну, насчёт потянешь ли завтра, мол, игры со зрителями. Не знаю, посмотрим. Потому что на самом деле всё-таки немножко, конечно, сложновато это всё делать. Ну, да, потому что просыпаться надо, вставать и, ну, ка-моему. Да, то есть, ну, мы как бы шесть, скорее всего, только ляжем по Москве. И в час надо проснуться. Ну, шесть часов. Это достаточно, чтобы не поешь и стрелить. Это жёстко, конечно. Так, а что мне надо включить-то во втором окне? Это сейчас вон чемпионат по Старику и по Хардстоуну идёт. Так, сейчас про музыку. В Диабли говорят, точнее в Варкрафте. Про какую музыку? Ты чё? Чё курил? Эхэ, чувак. Не, серьёзно, просто там как бы на панели в Хардстоун люди играют, режутся, в Старик. И просто сейчас будут убивать там гороша. Да, его уже, кстати, заканчивают убивать. Кстати, чё-то у меня не получается два окна сделать. А, точнее, экран слишком огромный. На контрол и колёсико, не? Ах ты какой, а? Вы посмотрите на него. Контрол, говорит, и колёсик, или контрол минус. Ну и так тоже, в принципе, можно. А вот, я пока в маленьком окошечке, ну как в маленьком, вот в таком окошке поставлю. Там у нас горошек убивают. Горошка. Горошка, да. Лайфрейт, нате, включил. Он, конечно, не очень большой, ребят, но лучше так, чем... Не, мне кажется, какая-то ерунда получается, особенно у меня. Вот если ты сейчас зайдёшь на стрим, посмотришь. Так, мне ещё надо с тобой наши эти найти. Кого? Ну просто у меня же всё в соседних окнах открыто, в разных. По-моему, вот эти. Нет? Да. Вот. Чё-то смотрю. Нет? Да. Вот. Зато я себя услышу хорошо. Чувак, ну сделай ты как у меня, ё-моё. Как у тебя? Зачем тебе два окна? Не знаю. Ну посмотри, как у меня сделано. Ну ты мне на словах объясни, чем ты меня сейчас мучить будешь. Во-первых, ты эксплитом пользуешься, я ОБС. Я даже вот так. Потому что там всё равно на второй половине ничего интересного нету, но вот здесь парень орёт прям очень сильно. Что орёт? Ну это и про горошка. Мне кажется, что я просто не потяну. Что мой комп просто не потянет два окна и будут очень жестокие лаки. Поэтому... Ну и горошь один процент. И... Ну. Да, они его убили. Раунты. Они сейчас, видишь, ачивки там получают. Близзард. Так, какие. Так что, не, ребят, я буду, скорее всего, делать... Как я вчера делал. Так, я и оставлю. Потому что... Потому что... Потому что... Потому что, потому что. Я вообще так сейчас смотрю, у меня твоя трансляция идёт. Моя трансляция. Пусть вот так вот будет. То есть, было бы у меня три монитора, я бы на третий сдвинул бы всё, и там бы как бы, ну, было проще. А так у меня... Бейс немножко мешает. Ну, хотя с этим тоже можно разобраться, потому что, по-моему... Да, и я помню, что можно было как-то делать, чтобы область какую-то захватывать. Да, я забыл, как это делалось. Да, не, я не про это. А чё Хардстоун стримить? Чё там интересного? О, Дэвид Ким пришёл. Сейчас он будет про баланс, наверное, спрашивает. Да, Дэвид Ким. Да, именно, из StarCraft. Дэвид, это круто, что у нас здесь. Вот, здесь мы будем как раз-таки смотреть нашу с вами трансляцию. Нас ждёт через 11 минут. О, у нас карточки показаны. Да, через 11 минут нас ждёт Диабло, геймплей, система, новый класс, крестоносец, потом перейдём на героев, потом ещё раз героев. А, это чё, это... Карточки игроков. На главном, вот заглушка сейчас. Через 11 минут там будет как раз Диабло. И, надеюсь, что у нас будет распространение. Угу. Я думаю, что Ким знает лучше. Угу, я думаю. Мы надеемся, что мы распространение. И, эээ, это было как бы главный канал, если что в маленьком окошке сейчас у меня. Угу. Так что мы сейчас просто ждём ещё пару минут, и потом пойдём к нам в Диабло. К нам в Диабло, Лол. К нам в Диабло, Лол. В Лол мы не пойдём. Да всё, чувак, слился, сейчас тебе впишут. Как бы он уже не думал, он тут не победит. Ну, там 12 хп, что ли, или сколько? Ага. Ну. Ага. О, мой бог. Да. Потому что восьмёрка, вон, у него. Она плюс в щите. Чтоб пробить её, надо одну карту выкинуть. Плюс у него из карт ничего АОЕшного нет. Да сливайся уже, ё-моё. Кстати, вот эти вот игры, это то, что называется хардкорщики, где у них офигенные карты и прочее. Я вот не знаю, откуда мне взять такие вот элитные штуки, чтобы из казуальной категории выйти. Ну, сейчас посмотрим, как он напоследок будет сражаться. О, не, смотрелся, всё-таки это продлевает жизнь. Два этих танка. Я помню, когда я сам играл, там не раз, выходило так, что у человека не два танка, а он танк за танком ставил, и ещё увеличение им хп делал. Вот гадён. Там вообще, короче, у него четыре танка было. С плюс шесть хп, это было жесть. Ай, зачем же так себя больно? А, он же ещё гад себя лечить будет, по-моему. Да. Эээ, вы чё, вы опять этих пригласили? Они сейчас всё завоюют. Ну, вы понимаете, да, о ком говорю? О чуваке, который слева сидит. Да, я понял. А вообще, я сейчас главный мейн на секунду подвис и типа подгружался у них. «Всё, до свидания». «Джи» у него, ну, видишь, как они теперь пишут? «Well played». Ну, хотя, вон, смотрите, там эти стоят. Кубки, победители, трофеи, я бы за них тоже поборолся. Вот, и кто вчера смотрел нашу трансляцию, мы как раз-таки там говорили про будет ли Hearthstone киберспортивной дисциплины. Вот сейчас, на близкой первые шаги, и, скорее всего, всю информацию, которую Blizzard получит от игроков, от публики, они всё это, естественно, будут учитывать и применять к своей игре. Потому что на моей памяти нет ни одной игры от Blizzard, которая бы не была киберспортивной. Потому что на панельку переключимся, там 8 минут осталось, на мейне всё ещё кима допрашивают. Так, на панель. Ну, на панели, не знаю, здесь, да, у меня 7 минут написано, не знаю, откуда ты сколько взял. Ну, у меня 7,40. Да, у нас даже, это, задержек нету. Прям, совсем нет? Угу. О, наконец, эту блондинку, или кто она была, брюнетку, выкинули. Да, она бесполезна. Хотя этот чувак ещё более бесполезен, он прерывал директора, да, президента компании. Видать, мужик выкрутился, сказал, заберите её, это она меня. Да, она меня с потолок успела. Вот так, в скайпе зовут Дезертир, смотрите в описании. Чего-чего? Ну, в чате в моём спросили, как тебя зовут, добрый ты человек. Потому что у тебя, видать, лучше экраны показывают, и всем вот это дело нравится, высматривать. Ты из себя кинул, если что. Не, я кинул ссылку на ту, где можно посмотреть нормальное описание трансляции, там всё указывало. Ну, я напрямую себя кинул, так что. Да, вон, сейчас тебе бан пропишу и будет тебе. Так, 6 минут, давайте что-нибудь интересное для глаза посмотрим, включим точнее. Здесь. Ну, пока на эспорт с первой переключусь, посмотрю, что там. О, давайте посмотрим немножко Хардстоуна, как они там выбирают. А я пока посмотрю StarCraft, тут какой-то ролик, и почему-то опять подгружается. А, давайте, знаете, что сделаем? Ну, просто стандартную голосовалку. Сейчас запиливаю, если у вас какие-нибудь лаги. Редактировать. Это мы уберём. Так, есть ли лаги, да, нет. Иногда. Вот, сохраним голосование. Пожалуйста, проголосуйте, если у вас лаги. Да. Потому что сегодняшние настройки моего стрима очень снизились, в общем, я их специально снизил, плюс само качество стало 720, а не 1080, и поэтому люди со слабым интернетом или компьютером не должны испытывать сильных задержек, как вчера. А сейчас у нас противостояние Америки против Кореи. Это я так, наобум, естественно. Парень как-то вообще устал. Он не знает даже, что делать. Но парень, этот западный забугорный, можно так сказать, кастер знаменитый. Сегодня Айони Близзард специально пригласила таких людей, которые, ну, знаменитый и играют в Хардстоун. Хотя вот этот зелёный Рейзер может быть божителем Америки без проблем. Ну да. Вот сегодня с голосованием показалось, что... Чёрт, я не успел проголосовать, что? Нет, до сих пор можешь там... Нажми на этот... А почему нет варианта? Не знаю, я сплю. Ну, потому что мы только начали, чувак. Чувак, не знает, что я не могу здесь сейчас спать. Вот. Если у вас есть какие-то вопросы, вы можете оставлять их в чате, мы его читаем, или же писать в комментарии. А если у меня вот эта карта Гоблина ещё нравится то, что при смерти она наносит урон? Какая? А, да. Гоблин. Да, я её всегда использую, она у меня всегда есть в колоте. Я бы сказал, обожаю её. Ага. Чё-то у них какие-то сейчас слабенькие такие карты, точнее, стандартные. Я прям аж неожиданил от них такого. Восемь карточка, ничего такого. Ну да. Но так... Ну всё равно. Я имел в виду на столе у них что-то скучное какое-то всё. Чё-то они слишком долго думают. Обычно, когда я столько думаю, у меня сразу фитиль загорается посередине. Типа, давай, чувак, побыстрее. Фитили для нубов. Фитили для нубов. Фитили для нубов. Здесь профи играют, им можно. Так, давай, чувак, делай ход. Кстати, это такой прикол был. Я так для... Сыграл... Хотел... Захотелось поиграть в Cardstone. Один матч быстренько. Зашёл. Играл против паладина. Я паладина, наверное, унизил до восьми жизней. Я думал, о, всё, сейчас моя победа будет. И, видать, у него такие карты были, где нужно очень много маны. И вот эти карты, видать, к нему пошли. Плюс у него мана увеличивалась, естественно, на середину игры. И он как, давай мне минус четыре наносить и плюс себя лечить. Минус пять там наносить. Опять себя вылечил. Призывать дополнительных чуваков. Взял меня, убил. Хотя до середины игры у меня ровно тридцать было. А у него, как я уже говорил, десять-восемь. Досадно. Ну да. Две минуты остаётся до того, как у нас откроется панель Diablo. Я так кайф, вдруг раз и открывается. На самом деле, минуты тридцать. Здесь у нас включили повтор. Интервью о Diablo 3. Ты на мэй не мешаю? Да, на мэй. Это правильное. Но я пока останусь на панели. Окей. И это значит, что в параллеле там уже минуту почти. Ты хочешь взять одну из этих миньонов, но ты просто предложил... Если у вас будет, конечно же. Попах, нету викинга. Какой-то игрок. Всегда, когда миньон взбалить, это панель начинает оберегать, как в геймпе. После этого уже тогда переключусь скорее всего. И он будет вверх! Он будет вверх! Он сейчас на хорсел. И он будет вверх! остается отчетки нету зашел в сутки киеву отчетку на приступку салатом давайте рассматривать пока на заставочку нам действия перечисляет кто с теми нам будет представлять себе процент данная нового мадонне не буду вам зачитывать вам все это дело параллельно в соседнем окошечке смотреть старка проект царковых хардстоун самого стрима начало начинай уже заговаривать